Что касается штыков, вот это вот посмотрите, это штык, захваченный у французской армии, вот, но потом на германском заводе переделан под 98 рукоятка, вот переделан, это тот штык, который этой бабочкой назывался, французский, типа, видите, у него вот это утолщение все, но так как поначалу они с этими штыками бегали, они часто ломались, вот, и потом был в армии введен штык-бучер в немецкой армии, сейчас. Да ну шо, да нет, это просто не туда попал, вот, потом был штык другой, это вот чешский, другой штык, он уже был чуть покороче, чуть по-другому, металл и все такое, Это вот чешский, австрийский образец, австрийский, германской армии, вот, он был так сделан, вот, потом был штык-бучер, бутер мясницкий, широкий, О, видите, сломался, это типа, а пластиковый на этот, муляжи, ну, типа, чтобы таскать, как бы, этот, вот, но он был шире и толще, даже у саперов был с этой, с пилой, вот, Потом были очень интересные штыки, так называемые окопы, вот, штык окопный, оригинальный, вот, делался из обломка этой самой штыка, делался, солдатик точил себе, все резал, Типа ножичек окопный для этих дел, потом, когда солдаты себе стали делать, потом уже в пятнадцатом году они стали делать штатный окопный нож, Видите, это оригинал, вот, который штык мог реально окопный, он реально вешался на оружие, Вот, карабин немецкий, 33-40, горно-егерский, вот, просто карабин, полноценный, а это этот, как его, видите, он штык, и в то же время окопный этот самый, И горно-егерский карабин с копытцем, это специально, чтобы ходить по горам, у них же альпишток есть, или вот этот карабин, и вот, вот этот вот штык, пятнадцатого года, фабричный делался, по орденгу, вот, такого типа оригинального.